Всем привет! Сегодня вот вышло в эфир показать, что я жива. Муж тоже в порядке. Ходил на базар. Я его отговаривал, не ходи, Коля, не ходи. И тревога, и всё. Нет, надо. Ну, надо так надо. Кое-что купил. Расскажу. Готовить сегодня и снимать. Ничего не буду. Варила вчера суп гороховый. А к нему ещё грены, сухарики. Сухарики мелко порезала. Кусочки батона поджарила. Очень вкусно. И сырники делала. Кстати, за сырники. По-моему, покупал Коля творог на базаре, естественно. По 100 гривен ещё он был. Тоже я сделала сырники. И осталась половина творога. Я как-то за него забыла. Почти неделя прошла. Думаю, ой, скис. Беру вчера этот творог. Хоть бы намёк на кислоту. Попробовала. Ничего. Не кислый какой. Был такой остался. Ну, сделала сырники. Вкусные, конечно. Но ешь и ощущаешь, что что-то там не то, конечно. Ну, вот так. Что сделаешь? Обманывают. Покажу сейчас, что купил Коля. А, обстановка у нас как. С утра, с самого утра, было три воздушных тревоги. Длинные такие, знаете, настойчивые. Три тревоги. А ночью, или вчера ночью, то ракеты бомбили что-то в области Ровенской, где-то подальше от нас. Людских жертв нету. Где-то так, что не затронуло людей. Не то, что бомбили, но по бомбе кинули. Вот так. Теперь покажу. А, люди по улице ходят, да. И на базары люди есть, Коля говорит. Ценных, то, насколько совесть имеют, поднимают люди. Ну, что сделаешь? Ровенское правительство говорит, проверять будем всё. Ну, пусть проверяют. Будем надеяться. Так. С левой стороны брать. Творог хороший, по 120 гривен. Такой видно, хороший, пахнет хорошо. Как дальше себя покажет, не знаю. Вот такой творог кусочек взял. Коля его не ест, я обычно ем. А творогу сметану. Мы обычно у фермера берём. Не приезжает. Он в селе живёт там. Я знаю, сколько километров. Далековато. Приезжал раньше сейчас. Не то время. Вот сметанка такая. Тоже у людей покупал. По 120 гривен литр. Далее. Колбаску. Называется домашняя. Высшего сорта. Полукопчёная. Колбаса у нас по 135 гривен. Мы любим бутербродик съесть, чай утром. Это покупаем. Паштет любимый наш. Паштет по 85 гривен. Вкусный этот паштет. Из печёнки. Какая печёнка? Ну, наверное, какая, которая дешевле. Но вкусный очень. Он запекается в виде формы. И отрезает его прямо в форме. Вкусный. Сыр чеддер. 45 гривен заплатил Колю за этот кусочек. Сейчас посчитаем. Посчитала по 155 гривен. Это недорого. Вот. Две апельсины и лимон. За всё вместе заплатил 15 гривен. Две апельсины и лимон. Клеп-то та же цена ещё. Как на той неделе. 11 гривен. Пол булки. И булка эта. Розочки с маком. 17 гривен. Она так и стоила. Кетчуп. На бутерброды горячие пойдёт. Я их сто лет не делала. Вот это сделала. То Коле понравилось так. Купил и кетчуп и сыр к нему. Майонез есть. Колбаска есть. Так. Кефира пачку. Комя всегда пьёт. Кефир. Кефир у нас. 13 гривен. Лук. Лук. Такой огромный. Видите. Не вмещается в ладони. Я такой не люблю. Видите. Коля подошёл. Такой большой. Магазин копейка возле нас. То он уже по 20 гривен этот. Большой. То может поэтому дешевле. На базаре по 40. Это ужас. По 40 гривен. А был по 15. До войны. А это сейчас пользуется моментом. Как не спитно. Ну по 40 гривен на базаре. Он там не купил. А тут большой. Ну ладно. Большой будет. Масло. Также 50 гривен масло. Вафли дорожают. Коля всегда по 7 их брал. А сейчас сказал 8,60. 8,60 уже эти вафельки. Так. Масло растительное. Не рафинированное. Ой. Масло растительное рафинированное. Это бутылка синяя. Это он такой цвет имеет. За пол литра. Коля заплатил. Масло. 26 гривен. Было 24. Пол литра. То значит литр на 4 гривен подорожал. Вот такие покупки. Водичка минеральная покупаем. Вода уже у нас. Тоже. И вода дорожает. Господи. Вода минеральная у нас. 13,50. Было 10,50. В общем, такие небольшие покупки. На неделю будет. Ну если... А, хлеб-то у нас во дворе магазин. Этот копейка. Что лук по 20 гривен. Хлеб можно купить. А так вроде ничего такого не надо. На суп есть. Или куриные запчасти. Там и крылышки Коля покупал. Я показывала. Еще мяско есть. На суп. Что-то и второе, может, придумаю. Как-то будет видно по настроению. По вдохновению. Как на Украинском, говорю, натхнение, что будет. Вот такие дела. Пока спокойно. Ну я сказал. Три тревоги такие настойчивые. Очень громкие были. С самого утра. Люди уже, я вам скажу, привыкли. И к тревогам. И где-то стреляют. Бомбы кидают. Как-то уже спокойнее. Не так, знаете. Нервничают. Первые дни у нас бомбоубежище в школе. То через двор, через двор. Бежать, бежать, бежать. Пока добежишь, что бывает и воздушная тревога закончится. То уже так не бегают. Как-то, знаете, привыкают люди. Над головой не рвутся снаряды. То как-то. И вроде ничего. Так что такая жизнь. Пока все нормально у нас. Относительно дома. Я говорю, дома. Продукты купили кое-какие. Не набираем там, знаете, на несколько месяцев вперед. Так, и все. Ждем, чтобы окончилась эта война. Очень-очень ждем. И вам желаю мира. Всего доброго. Заходите на мой канал. Смотрите видео. Всех благ вам. Здоровья. Мирного неба. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!